Здравствуйте, друзья! Арсений Гуричев, врача стовопата, клинический психолог. Сегодня психологическая тема. Что часто бывает, вы заметили. Вот какая сегодня тема для обдумывания. Есть у нас три состояния примерно. Нам что-то нравится, нам что-то не нравится, и нам все равно. Три основных простых категории. Вернее, категория здесь одна, а состояние этой категории три. На одном полюсе, на другом полюсе и посерединке. Вот само по себе телесное ощущение нас подталкивает к тому, что нам должно все нравиться. В принципе. То есть мы хотим жить приятно, комфортно, удовлетворяясь тем, что происходит. И, в общем-то, это и такой сигнал на то, что все идет хорошо. С этим все понятно. Это вы в любой сфере берете. В работе, в отношениях, в творчестве, где угодно. Вам хорошо от того, что происходит, значит, все идет правильно. Все пока нормально. Но здесь же заложено и яма заложена в этом же самом процессе. Сейчас вы видите, в чем она. А есть состояние дискомфорта. Дискомфорт, какой-то краш накатывает. А само осознание того, что происходит, что все плохо. И негативные эмоции, и обида, и злость, и тоска. Все это вместе накатывает. Или в том или ином виде. И плохо. И куда это нас толкает? Но изменения, оно же нам говорит, тело нам говорит, меняйся, меняй ситуацию. Тоже все нормально. Если после этого мы предпринимаем какие-то действия для того, чтобы ситуацию изменить. Но в чем бывает ошибка? Очень важная. Она кроется в обоих полюсах. В одном случае человек начинает впадать в кайфоголизм. Он все время ищет только то, чтобы ему было комфортно и приятно. И здесь есть искушение. В нормальном варианте. Вам хорошо. От продукта того, что вы сделали. Например, вы хорошо выполнили свою работу. И у вас комфортное состояние. Все в порядке. Или вы находитесь в дружбе, в отношениях. Или в каких-то социальных связях с людьми. И у вас все в порядке. И от этого вам хорошо. А вот в другой вариант. Человеку, которому неплохо, нехорошо. Или он оценивает то, что у него есть недостаточным для него. Он начинает искать способ повысить этот комфорт. И он же знает, что есть вещи, которые быстро дают комфорт. Ну, например, кто-то что-то себе покупает. Ну, например, женщина покупает себе какое-нибудь шматье. И у нее есть эмоции. Она возбуждается от этого. У нее какая-то радость. Она смотрит на себя в зеркало. Ей кажется, что все сейчас будут смотреть на нее. Потому что у нее новое пальто или штаны. Но проходит там. А может, это в этот день закончится. Может, на следующий. И она понимает, что шматья у нее уже три шкафа. И диван наваленный сверху, если она живет одна. Или у нее забитые шкафы этим, если она живет в семье. И не приносит ей удовлетворения этой радости. И не приносит ни штаны эти, ни пальто. Или мужчина, который вот вбил себе в голову, что для того, чтобы ему быть счастливым, ему нужно купить автомобиль. Жизнь зашла так далеко в своем полураспаде, что он готов потратить 2-3 миллиона, влезть в долги, совершить иррациональный поступок, приобрести этот кусок железа на колесах. И ему кажется, когда он выходит из этого салона, что вот он сейчас поедет по городу, и все будут на него смотреть. Какой глупый человек. Ладно в деревне, на него посмотрят. Но в городе где-то от, наверное, 200-300 тысяч эту машину даже не заметят. Даже не заметят. У вас это было. У вас это было. Удовлетворение от покупки длится недолго. А от чего удовлетворение длится долго? Бесконечно долго. От процесса. Вот я играю на гитаре, на бас-гитаре и с детства. И мне им дало много гитар. И вот у меня находили такие волны на меня. Вот у меня что-то нет потенциала творческого. Или кончаюсь я как человек, который вообще способен какую-то творческую продукцию из себя выдавливать. И вот вместо того, чтобы найти источник вдохновения и жизни, и находиться в этом потоке, я покупал новую гитару. Ну как, у меня все гитары были бушные. Я считаю глупо в магазине гитары покупать. Потому что это нецелесообразно просто. Нужно наоборот гитарку уже разыгранную выбрать. И которая пожила, мы тогда увидим не повелой или гриф, не вылезли из нее лады. Не оторвалась ли у нее башка, как у гибсонов, отваливается. Или у эпифонов. В общем, ну это нюансы. То есть я брал всегда инструменты бушные. Ну может один раз у меня был фендер, бас-гитара новая была. А так в основном у меня все инструменты бушные. И вот начинаешь в авито сидеть, сидеть, сидеть. Сейчас я тоже стал накидывать музыку. Освежил в памяти аппликатуры. Сижу со своим стратокастером. И вот мне что-то звук начинает подбешивать. Думаю, ну что такое. Начинаю примочки переменять, эти примочки перетыкать. Заказал сейчас примочек разных новых. Думаю, может там что-то по звуку, какую-то грелочку мне надо поменять. И вдруг я смотрю, что я начинаю на авито это залипать. А мне же нужен хамбакер, звучок. Мне на сингле нет звука этого нужного. А потом-то я понимаю, это же ошибка. Просто свой внутренний дискомфорт, невозможность. Ну, сейчас не соответствует как бы уровень творческого желания, который есть внутри, с возможностью, с технической. То есть мне не хватает техники. И вместо того, чтобы сесть, как раньше я сидел по 6-8 часов за гитарой, вот чтобы сесть за инструмент и просто долбить гаммы, какие-то комбинации или аккорды, освежать просто. Можно по-разному играть, используя разные сетки. И вот вместо этого я начинаю смотреть на авито какую-то гитару. Ну, вовремя, какая-то сознательная часть меня вовремя, меня тормознула, сказала, стоп, ты не туда вообще сейчас полез, не нужно этого делать. Вернись к себе, найди у себя дискомфорт. Сейчас мы откатываем на конец первой части этого выступления. Найди в себе дискомфорт. Тебе здесь дискомфортно, ты не можешь выразить то, что ты чувствуешь. Вместо того, чтобы менять инструмент, учись, играй, практикуй. Все. Значит, что получается? Люди, недополучив должен дозы кайфа, начинают искать его снаружи. Никакой товар, продукт, человек, но я сейчас про людей еще отдельно скажу. Химическое вещество, ничто не имеет ключей от вашего состояния. Они находятся только у вас. Значит, путь номер один, ложный, из этой линейки исходящей, это кайфоголизм, или развлечение, или попытка чем-то заместить эту дыру, этот провал от вашего эмоционального состояния. Вот у нас что происходит на обучении, постдипломе? Люди ездят, 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 ездят по этим постдипломам. Хорошо, бывают действительно очень полезные семинары, но я сразу скажу свое мнение, они все крутятся только вокруг людей. Все. Неважно, какая тема. Я лично, например, езжу на людей только, а не на тему. И понимаю, что этот человек может инициировать во мне какое-то новое состояние, куда-то меня вытащить. Это единственное, зачем туда нужно ездить. А куда руки складывать, куда нажимать, куда давить или тянуть? Ну, любой человек, кто в асталопатии работает хотя бы лет 5-7, а я не говорю про 10 или еще больше, он уже и так это все знает. Там ничего нового не может быть просто. Там все уже протоптано, все тропинки, все дорожки. Но люди начинают ездить, 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 ездить. Дайте, дайте еще какую-то технику. Как на аорте работать, как на животе работать, как на легком. Да не в этом дело совершенно. Найдите человека, инициатора вашего процесса. Он инициирует его, зажгет этот огонек, и все, и больше ничего не нужно. Дальше свой путь. Так вот, этот первый путь нарушения, он уже относится к фундаментальной ошибке атрибуций, оно уже относится к наркомании, к алкоголизму, к каким-то покупкам, бездумным совершенно тратам денег, зависимости от людей. Вот это все, вот это, путешествуем каким-то безумным. Там вот я поеду куда-то, и там я буду счастлив. Да ты такой же там будешь, как и здесь. Вообще ничего не поменяется. Значит, вот это. Другая часть. Дискомфорт, который толкает нас на изменения, в норме. А может быть так, дискомфорт толкает нас на изменения, а мы вместо того, чтобы это признать, свою ничтожность, свою слабость, свои дырки вот эти, мы вместо этого начинаем это избегать, уверяя самих себя и других людей, что это абсолютно не так. Я не боюсь, я не завидую, я не ревную, я не вру. Это все ложь. Значит, в себе прежде всего нужно признать эту свою слабость, свою дырку, недоработанность, свое слабое звено. Вот той частью себя, которая как-то управляет все-таки, которая вот заставляет же человека вовремя на работу приходить. Ну, почему он в другом месте так не делает? И вот этот дискомфорт, который проявляет его слабость, он подсказывает ему, что ему делать, что ему дорабатывать. Когда до меня это дошло, да, до меня это дошло недавно, я вам скажу. Вот 48 лет скоро, а дошло вот недавно, буквально несколько месяцев назад, два месяца назад, три. дошло до меня, что социальная панорама мне показывает мне мои дыры, моё ничтожество личностное, мои слабые стороны. И вместо того, чтобы их избегать, их надо было додавить до величайшего ощущения этого, и начинать с этим работать. Вот это единственное, что можете вы сделать с собой положительного. Почувствовали дискомфорт, значит, у вас реально всё хреново. И вы в этой части начинаете работать. Всё. Больше ничего. Не надо ничего себе. Не успокаивать себя. Не тешить себя надеждами. Ничего себе покупать. Не бухать. Не курить. Не жрать. Надо заняться разрешением своих минусов, своих провалов. Вот вроде это очевидно, но я как-то почему-то, до меня это только недавно дошло. Спасибо людям, которые нам подсказывают наши слабые стороны. От души благодарен. Значит, о людях я анонсировал, что скажу. Вы можете оказаться в ситуации опять по графику в несколько разной. В одном случае вы оказались в провале. Каждый день мне про это пишут. Каждый день. И пишут люди, которые довели себя уже до состояния на грани невроз-психоз. Вот до какого состояния. Хотя проблема их началась сильно-сильно раньше. И я понимаю, чего им не хватает. Им не хватает опять социалки. Им не хватает среды, которая его поддержит. Это неформально. Это не муж, жена, мама, папа. Это неформально. Нет, это может быть и так. Это прекрасно. Но это не всегда так. И вместо того, чтобы им оказать трезвую, реалистичную поддержку, сказать, да, сынок, ты обосрался, понимаешь? Теперь нужно решать этот вопрос как-то. Они начинают либо его топить. Они говорят, ох, какой же ты тормоз-то у нас, а? Сколько раз-то я тебе говорил это? Ну, ты бестолочь-то какая-то. Ну, ты так вообще скоро там сопьешься, блин. Либо начинают его обманывать. Говорить, да нормально, все. Все пройдет. Все проходит, и это пройдет. Но это, конечно, правда. Да, но на это может не хватить времени. Они не могут ему оказать поддержку правильную, подставить ему плечо это. Или признать его, обсудить с ним это. А он их боится. Боится им это сказать. Потому что тысячу раз он говорил, они тысячу раз харкали в него. Или додавливали его. Значит, не смотрите на родственников. Они могут быть вашими друзьями, но могут быть и не друзьями. Это нормально. Мы родственников не выбираем. Вот в чем проблема. И здесь выходит нормальный, хороший эшелон. Это друзья. Я очень ценю вас, друзья. Потому что мы в нужную минуту помогаем друг другу. Это вот. Это самое ценное, что есть. Люди, с которыми ты прожил несколько лет, 10-20 лет. Это самое ценное, самое золото. Ты всегда можешь на них положиться. И тебя не осудят, а они тебя поддержат. Вот в чем. В класс. Может быть, другом ваш родственник. Может, жена может быть вашим другом. И муж может быть вашим другом. И дети, и родители. Если это так, это прекрасно. Будьте этому благодарны. Но другом может быть совершенно чужой человек. Потому что вы нашли друг друга. Вот и все. Если нет друзей. А у кого нет друзей? У меня есть видео на дружбу. Давайте я на него ссылку, может, потом кину. Друзей нет у того, кто не ценит этот процесс. Он не дает, он не вкладывается в это никак. Он только жрет ресурсы. Вот у этого человека, у этого паразита социального не будет друзей. Он будет одинок. Потому что он только берет и ничего не отдает обратно. У него нет друзей. А тот, кто много отдает, у него есть много этих контактов, много друзей. И у него постоянное ощущение, что он находится в какой-то поддерживающей среде. Вокруг есть какие-то опоры, какой-то фундамент. И это классно. И это прикольно. И чем больше ты живешь, тем это больней и острее чувствуется. Потому что в начале, в детстве это все очень легко. Вот у кого нет друзей. И что им делать? А этот дискомфорт, одиночество, он и может быть использован для того, чтобы, наконец, с кем-то налаживать отношения. Я имею в виду не любовные, а дружеские отношения с человеком от твоего пола. Все, ты можешь с ним дружить. Можешь с ним общаться, поддерживать его. Естественно, что это требует каких-то затрат временных, там еще чего-то. Но это тот вклад ваш в то, что происходит. Если этого нет, мы живем сегодня в современном мире, где куча людей, помогающих профессии. Коучей, психологов, психотерапевтов, врачей, соцработников и так далее. Все это тоже формально, я понимаю. Но есть люди, профессионалы, которые именно на этом работают. Я именно на этом работаю. Если вам подходит моя этика, моя манера работы, пишите мне в WhatsApp, пишите в ВК, пишите на почту. Мы с вами поработаем. Вы выйдете из этой ситуации, в которой у вас сложилось. Это нормально. Но не для того, чтобы вы всю жизнь со мной шли рядом за ваши деньги, а для того, чтобы измениться и начинать раскручивать себя куда-то. И это произойдет за один, за два, за три раза. Кому надо дольше поддержку, получит дольше поддержку. Не морозьтесь, не сидите в своей коробке. Вы сидите, окуклились, затянули все это, вытащили из себя столько симптоматики невротической, функциональных расстройств. И потом начинаете это лечить, ходить обследоваться. Это все неправда. Вернитесь к себе, послушайте свое тело. Это единственный ваш друг, единственный, который проходит прожил с вами всю жизнь, никогда вас не подводил. Подводил только тогда, когда вы его отравляли, не любили, использовали, не давали ему спать. Подумайте об этом. И решение найдется.